В данном демо мы рассмотрим отключение к виртуальной машине и настройка Nginx веб-сервера. Итак, у нас имеется наша виртуальная машина и публичный IP-адрес, к которому мы можем подключаться по SSH. Откроем нашу страницу инстанса, и здесь у нас появится информация о том, как подключаться по SSH к нашей виртуальной машине. Для этого нам нужно указать нашего пользователя, как Cloud создает для образа Ubuntu системного пользователя Ubuntu. И, соответственно, в него прокидывается публичная часть ключа, которая указывалась нами при создании, а также IP-адрес. Важный момент, который стоит отметить, что у нас имеется одно сетевое подключение XNET, и у него в настройках Firewall нам нужно указать группу правил SSH плюс VVV, либо любую другую группу правил, в которой будет разрешен 22-й порт SSH. По умолчанию это порт, который назначается SSH-сервису при создании VM в K-Cloud. Далее вы можете после подключения поменять этот порт. Также, так как мы демонстрируем NGINX, нам нужны 80-й 443-й порт, то есть порта HTTP и HTTPS. Итак, возвращаемся в виртуальную машину и копируем наше имя пользователя и IP-адрес. Указываем SSH. Также указываем наш ключ. Он у нас сохранился в папке Downloads. Так, мы подключаемся, и когда у нас скачивается файл, то по умолчанию у него слишком открытые права. То есть вот у нас permissions. SSH говорит, что они слишком открыты. Для этого мы можем их поменять командой ChangeMod в случае Linux. Мы поменяли наши права и подключаем SSH к нашей виртуальной машине. То есть вот у нас поражается наш пользователь и имя хоста, которое мы указывали при создании виртуальной машины. Теперь установим наш сервер NGINX. Для этого выполним команду sudo apt-update. Дальше выполним sudo apt-install NGINX. Соглашаемся. Итак, у нас установился наш веб-сервер. По умолчанию, сразу после установки NGINX будет запущен. Это мы можем проверить команды curl, localhost, то есть наш собственный хост виртуальной машины, и по 80-му порту. Да, у нас все открыто. Теперь проверим, открывается ли страница в браузере. Для этого копируем наш адрес и указываем 80-й порт. Да, у нас открылась страница, все работает. В итоге в данном демо мы рассмотрели, как подключаться к виртуальной машине, настраивать группу правил для этого и развернули в веб-сервер NGINX.